Здравствуйте! В эфире программа «Большие перемены». Меня зовут Арина Чербатых. Как видите, этот выпуск «Больших перемен» необычный, и сегодня он будет проходить в жанре интервью. Весь год мы рассказывали вам о развитии сферы образования на Ставрополье. Посещали школы, высшие учебные заведения и знакомились с педагогами и учениками, участвовали в мероприятиях. И сегодня мы подводим итоги. В этом выпуске мы поговорим о реализации региональных программ в 2023 году. У нас в студии начальник Организационно-аналитического отдела Министерства образования Ставропольского края Елена Владимировна Дечева. Здравствуйте! Добрый день! Рады мы вас видеть в нашей студии. Спасибо, что уделили нам время. Елена Владимировна, есть тема, которая стала очень важной для всех работников образовательной сферы. И это программы и национальные проекты. В связи с этим, мой первый вопрос, какие вообще есть программы и нацпроекты, и сколько средств было выделено на их реализацию. Для начала хочу отметить, что отрасль образования в Ставропольском крае является одной из самых больших, потому что она насчитывает 1900 образовательных организаций с обучающимися в количестве более 700 тысяч человек. И в этой отрасли трудится у нас более 45 тысяч педагогических работников. У нас в крае утверждена государственная программа Ставропольского края развития образования. Это документ стратегического планирования, который рассчитан до 2025 года. На реализацию этой программы у нас выделено в 2023 году более 44 миллиардов рублей. В эту программу входят и такие подпрограммы, как развитие общего, дополнительного, профессионального образования, развитие кадров, то есть подготовка и профессиональное развитие педагогических кадров. Туда включены и проекты по модернизации школьных систем образования. И, конечно же, наш национальный проект образования, на реализацию которого в этом году выделено более 5,8 миллиардов рублей. Вы упомянули как раз этот проект, национальный проект образования. Вот расскажите подробнее о нем. В чем его суть, какие цели он преследует? Национальный проект образования у нас в крае реализуется с 2019 года в соответствии с указом президента Российской Федерации о национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года. Основная цель его реализации – это создание возможностей для самореализации и развития талантов детей и молодежи, в частности, нашего края. То есть в крае он уже успешно реализуется? Да, с 2019 года, уже пятый год мы реализуем этот проект. Отлично. Насколько мы знаем, в рамках нацпроекта федерального есть и региональные программы, такие как «Современная школа», «Успех каждого ребенка» и другие. Вот подробнее о них сможете нам рассказать? Да, в этом году мы реализуем пять региональных проектов. Это «Современная школа», «Цифровая образовательная среда», «Успех каждого ребенка», «Патриотическое воспитание граждан и молодежь России». В рамках регионального проекта «Современная школа» в этом году у нас открыты 53 центра образования детей «Точка роста». Оказано 10 тысяч консультационных услуг нашим родителям, которые воспитывают детей. Кроме того, в рамках этой программы у нас реализуется программа «Еще земский учитель». 39 земских учителей в этом году пришли работать в школы нашего края, получили выплату в размере одного миллиона рублей. Надо сказать, что это программа для школ, которая находится в территориях с населением до 50 тысяч человек. То есть это маленькие населенные пункты, в которых имеется потребность. Кроме этого, у нас реализуется в крае проект «Цифровая образовательная среда». В этом году в 41 образовательную организацию мы поставили современное компьютерное оборудование. Это школы и колледжи. В рамках проекта «Патриотическое воспитание граждан» у нас в школы края внедрены ставки советников директора по воспитанию, которые успешно справляются со своими обязанностями и, соответственно, занимаются проблемами воспитания. И взаимодействие с детскими общественными объединениями. Ну и проект «Молодежь России» – это наш центр знаний МАШУ, который в прошлом году мы открыли. В этом году на базе центра реализуются мероприятия для молодых педагогов. То есть все успешно реализуется. На самом деле это, правда, заметно. Край буквально расцветает, мне кажется. И образовательная сфера в том числе. Достаточно серьезные вложения, достаточно современное оборудование поставлено в наши школы, организации доп. образования. Открыты школьные технопарки «Кванториум», открыт центр «Айтикуб». В этом году у нас открылся «Сириус-26» в рамках проекта «Успех каждого ребенка». Кроме того, ремонтируются спортивные залы в школах сельской местности. Центры «Точка роста». Это центры, которые создаются именно в сельских школах, потому что мы знаем, что у ребят городских, у них больше имеется доступ к программам дополнительного образования. Поэтому именно сельские школы у нас снабжены современным оборудованием в таких центрах «Точка роста» для изучения предметов физика, химия, биология, технология, информатика, ОБЖ. Также снабжены эти центры 3D-принтерами, квадрокоптерами, цифровыми лабораториями по химии, физике, биологии и другим оборудованием, которое позволяет ребятам качественно получать знания по основным предметам и во время школьных уроков, и во внеурочное время на дополнительных занятиях. То есть достаточно большая работа, и действительно модернизация такая происходит, и инфраструктуры образовательные, и инфраструктуры доп. образования, что важно для выполнения как раз-таки цели национального проекта. Елена Владимировна, вы упомянули центр дополнительного образования «Сириус-26», который открылся на территории Ставрополя. Расскажите подробнее, зачем он нужен, какие его цели, сколько человек, уже сколько детей приходят туда, и какие перспективы ждут детей, которые посещают этот центр. Центр «Сириус-26» – это центр выявления, поддержки и развития талантов и детей, и молодежи на территории Ставропольского края. Конечно же, в его задачи входит, соответственно, выявление способностей наших детей, развитие способностей этих детей и подготовка их уже к научной, к образовательной, к профессиональной деятельности. «Сириус-26» реализует программы дополнительного образования по трем направлениям. Это наука, искусство и спорт. То есть в разных направлениях ребята могут получить обучение в «Сириусе» по дополнительным образовательным программам. Надо сказать, что обучение абсолютно бесплатное в этом центре. Оно может быть проходить как очно, так и заочно. Очно – это профильные смены, двухнедельные профильные смены. Ребята приезжают в центр, для них обеспечивают проживание и питание за счёт краевых средств и, соответственно, конечно же, обучение. Для того, чтобы попасть на эти профильные программы, необходимо ребёнку вместе можно с родителем пройти тестирование, которое организовано на сайте центра «Сириус». Не обязательно выезжать в него очно. Заходите на сайт, проходите тестирование по тому направлению, по которому хотите обучаться. Соответственно, подтверждаете свои достижения. Допустим, это дипломы, грамоты в каких-то олимпиадах, конкурсах, ну и так далее. И, соответственно, если проходит ребёнок тестирования, он проходит на образовательную программу, приезжает в центр и две недели интенсивно погружается в обучение. Это, допустим, может быть олимпиадная математика, олимпиадная физика, олимпиадная биология, другие не связанные с олимпиадами направления. Кроме того, предусмотрено также и дистанционное образование для детей, которые, допустим, не могут в силу каких-то причин приехать в центр. Также методика существует определённое дистанционного образования. И, соответственно, ребята получают такое обучение. Надо сказать, что не только школьники, но и студенты колледжа также могут принимать участие в обучении центра. В этом году центр открыт и оснащён достаточно современным технологичным оборудованием, достаточно серьёзные лаборатории и, конечно же, педагоги, которые обучены соответствующим образом. Достаточно сильный педагогический коллектив в этом центре. Ну и после того, как ребята уже прошли обучение, уезжают из центра, им даются методические рекомендации, рекомендации по дальнейшему развитию. И идёт, конечно, дополнительное сопровождение таких талантливых ребят. Школьникам и правда очень повезло, мне кажется, в этом году вообще. Звучит очень классно. У нас помимо нацпроектов есть и программы, которые реализуются. Вы упомянули и «Земский учитель». Также есть программа профориентации для школьников. Можете назвать её целью и насколько успешно она реализуется уже на территории края? Да, на самом деле выбор своей профессии, то есть определение дальнейшего своего профессионального развития, это один из самых важных выборов в жизни человека. Потому что от этого выбора зависит потом качество жизни, качество нашей жизни. Поэтому наша задача ребят к девятому классу, когда уже они выходят на путь выбора образовательной организации, либо идти в колледж, либо дальше продолжать обучение, идти в вуз, они уже должны понимать, куда они будут поступать, по какой специальности. Поэтому мероприятия профессиональной ориентации у нас проходят для ребят, начиная с шестого класса. И постепенно, постепенно, с учётом возрастных особенностей, мы их подводим к этому профессиональному выбору. В этом году по инициативе Министерства просвещения Российской Федерации, у нас с 1 сентября 2023 года в школах края внедрён так называемый профессиональный минимум. По трём уровням образовательная организация сама выбирает уровень реализации профориентационного минимума. Это различное количество часов, которое предусмотрено на его реализацию. Каждую неделю обязательно 1 час внеурочной деятельности мы уделяем на урок, который называется «Россия. Мои горизонты». И вот на этом уроке как раз-таки педагоги с учётом уже разработанных методик рассказывают ребятам, проводят различные мероприятия профориентационные. Кроме того, у нас в крае действует Центр опережающей правоподготовки, который реализует программу «Первая профессия школьника». Тоже очень интересная программа, и ребята могут получить различные интересные профессии. Ну, так скажем, ещё не специалист, а, конечно, ну, допустим, там, помощника, ветеринара и так далее. Такие специальности. Для школьников, в любом случае, насыщенная программа в этом году получилась. Буквально в двух словах, какие планы на 2024 год? В 2024 году мы продолжаем реализацию национального проекта образования. В наших планах это завершение строительства ещё пяти школ. Кроме того, ещё 73 центра «Точка роста» мы должны реализовать. В следующем году 40 образовательных организаций оснастить компьютерным оборудованием. В следующем году мы ещё открываем три школьных кванториума. У нас один школьный кванториум уже действует в городе Георгиевске. Мы ещё открываем три школьных кванториума в Пятигорске, Будённовске и Минеральных водах. И открываем IT-куб. Это центр цифрового образования детей. Тоже очень интересное мероприятие, где ребята получают навыки современного программирования, современных компьютерных технологий, информационной безопасности, разработки мобильных приложений, искусственного интеллекта и многое другое. И также 26 спортивных залов ежегодно мы ремонтируем в наших сельских школах. Отлично. А по нацпроектам, может, добавляются какие-то или региональные программы, может, те же самые будут продолжаться? Да, мы продолжаем реализовывать те пять региональных проектов, которые в этом году реализовывали. Отлично. Ну, классно, что наш край так хорошо развивается. Спасибо вам большое, что вы у нас сегодня были. Поздравляем вас с наступающими праздниками и желаем всего самого наилучшего. Спасибо большое. А на этом все. Вы смотрели программу «Большие перемены». Оставайтесь с нами и до встречи.